Как известно, наша планета до сих пор полна тайн и загадок. И как вы понимаете, самое большое их количество скрывают воды морей, океанов и водоемов. Привет, вы на канале НСК Шоу, и это 10 самых ужасных находок под водой. Затонувший Стоунхендж, Мичиган. В 2007 году, во время поиска останков затонувших кораблей, ученые смогли обнаружить необычное каменное строение на глубине 12 метров в озере Мичиган, Соединенной Штаты Америки. Данное открытие посчастливилось сделать профессору подводной археологии Северо-Западного университета Мичигана Марку Холли и его коллеге Брайану Эбботу. Они назвали данную находку по внешним признакам очень похожей на Стоунхендж. Только представьте себе, на самом деле ему было около 9 тысяч лет. Но больше всего поражает то, что на одном из камней присутствует четкая резьба в виде мастодонта, которые вымерли более 10 тысяч лет назад. На сегодняшний день точные координаты находки принято держать в строгом секрете. Причем такое условие было поставлено местными индейскими племенами, которые не желают наплыва туристов и просто любопытных личностей на своей земле. Пауки. Исследователи, которые изучали холодные воды Антарктики, рассказали о том, что обнаружили на дне океана новые виды морских существ. И я уверен, вы ни за что не догадались бы, какие именно. Это были гигантские пауки. Уверен, сейчас все, кто не любит этих существ, содрогнулись. Я прав. Как оказалось, австралийские ученые, которые принимали участие в международной программе по исследованию флоры и фауны Южного океана, заявили следующее. Мы установили, что эти пауки до настоящего момента не были известны науке. И самое интересное, их обнаружили на глубине 1950 метров. Ученые утверждают, что найденные существа обладают очень крупными размерами. Их образцы для изучения ДНК и анализа тканей были направлены в специализированные учреждения по всему миру. Это было необходимо для того, чтобы результаты вышли как можно достовернее. Истребитель F-4. Филиппины. Не так давно дайверы чисто случайно обнаружили невероятную находку в теплых водах, недалеко от Филиппин. Исследуя красоты подводного мира, они по счастливой случайности наткнулись на истребитель F-4, который был похоронен в песках бухты Субик. Сейчас самолет находится под 40-метровой толщей воды. И на самом деле до сих пор неизвестно, какие же обстоятельства могли вызвать крушение. Ведь он выглядит практически неповрежденно. Стоит отметить, что истребитель F-4 был разработан в основном с целью защиты кораблей. Кроме того, на него возлагались задачи по перехвату стратегических бомбардировщиков. Также интересно, что эта военная машина, летающая по воздуху, смогла достичь несколько мировых рекордов. Это был рекорд высоты полета в 30 тысяч 40 метров. А также рекорд скорости на малой высоте 1452 километра в час. И знаете, этот показатель задержался на вершине пьедестала целых 16 лет. Поэтому смело можно сказать, что вполне обидно было найти такую могущественную находку, погребенную в песках океана. Кладбище автомобильных шин, Флорида. Недалеко от берегов Форт Лодердейла, во Флориде, располагается совершенно необычное место. Подводная свалка гниющих автомобильных шин. На самом деле это риф Осборн, подводное кладбище, которое состоит из двух миллионов шин, сброшенных туда еще в 1970-х годах. Оно образовалось в результате неудавшейся экологической операции по созданию искусственного рифа. Сегодня шины медленно разлагаются в прибрежных флоридских водах. Что, конечно же, приносит непоправимый вред окружающей природе. В частности, коралловым рифам. Начиная с 2001 года, идет масштабная очистка территории. Но, к сожалению, на данный момент удалось извлечь лишь 73 тысячи покрышек. Из сброшенных туда двух миллионов. Местные власти предполагают, что полная очистка дна обойдется в сумму более трех миллионов долларов. И, как вы понимаете, риф Осборн – это настоящая экологическая проблема, которую, на мой взгляд, необходимо срочно решать. Крушение поезда Лонгбранч в Нью-Джерси. Жил у побережья Лонгбранч в Нью-Джерси – удивительную находку. Это были обломки двух локомотивов 1850 года выпуска. Конечно, вы можете сразу задаться вопросом, каким образом поезда могли оказаться погребены в глубоком Синем море. К сожалению, на эту загадку однозначного ответа до сих пор нет. Но можно предположить, что военные локомотивы перевозила какая-то большая баржа, которая сама могла потерпеть крушение. «Ну где тогда эта баржа?» – спросите вы. Да, на самом деле, недалеко от этого места все же были обнаружены останки какого-то корабля. Правда, они так и не были подняты на поверхность и, соответственно, не изучены. Возможно, останки этого поезда притянуло сюда подводное течение. Как бы там ни было, остается только сказать, что глубокие воды морей и океанов действительно хранят в себе множество тайн, которые нам иногда не под силу разгадать. Вымершая латимерия Многие десятилетия ученые считали, что такой древний вид рыб, как латимерия, исчез с лица Земли еще 65 миллионов лет назад. Немалый срок, не правда ли? Однако в 1038 году местные рыбаки у побережья Африки обнаружили одну из таких особей, а вот вторая была поймана в Индонезии через несколько лет. А знаете, что самое интересное? Это то, что латимерии совершенно не поддались эволюции за многие миллионы лет своего существования. И ценность такой находки весьма велика, ведь, к сожалению, об этом поистине редком виде рыб известно очень мало. Даже из палеонтологических летописей. Единственное, что известно точно, в плане пищи для человека латимере вообще непригодна. Поэтому и не представляет никакой ценности в плане питания, как другие виды рыб. Черные курильщики Вы когда-нибудь слышали о черных курильщиках? И это вовсе не люди, как вы могли предположить, а своеобразные образования, которые встречаются под водой. Они представляют собой что-то похожее на химическое соединение морской воды и магмы. Такие гидротермальные природные источники, которые выпускают из себя клубящиеся струи жидкости, могут достигать рекордной температуры в 370 градусов по Цельсию. Вот именно они и называются черными курильщиками. И все это из-за наличия залежей сульфида железа. Впервые это природное явление было обнаружено еще в 2008 году на Северном полярном круге, где-то между Гренландией и Норвегией. Как оказалось, на этой территории образовались целых 5 черных курильщиков. Причем один из них отличается от остальных высотой, практически в 4 этажа. Именно это и делает его наиболее крупным гидротермальным источником. Затонувший инопланетянин То, что на первый взгляд может показаться ржавой и заболоченной скульптурой ксеноморфа, на самом деле очень напоминает объект из фильма «Пришелец» режиссера Ридли Скотта. Думаю, мало кто из вас знает, что скульпторы и художники по всей планете имеют особую привычку устанавливать свою работу после окончания киноработы на морском дне. Ну и, конечно, для аквалангистов и дайверов, которые порой находят такие таинственные скульптуры, это становится настоящим шоком. Ведь найти в своем морском путешествии нечто подобное не каждому удается. Но зачем это делается, возможно, спросите вы. На самом деле художники верят, что таким образом жизнь их детища будет продлена. В любом случае, картина довольно ужасающая. Останки Аполло-11 в Атлантике В марте 2013 года основатель и генеральный директор интернет-магазина Amazon по имени Джефф Безос решил осуществить один безумный план. Он вместе со своей командой отправился на поиски двигателей, которые применяли при взлете пилотируемого космического корабля под названием Аполло-11. И что вы думаете, исследовав предполагаемую территорию по заданным координатам, исследователи все же нашли два реактивных двигателя с Аполло-11, которые с 1969 года неподвижно таились на дне Атлантического океана. Эта находка, а также еще некоторые дополнительные части, были подняты с океанических глубин и реставрированы. На сегодняшний день они представлены на выставке Канзасского центра космосферы и космоса в небольшом американском городке Хатчессон, штат Канзас. Возможно, кого-то интересует, чем же интересна данная находка. Дело в том, что эти два ракетных двигателя являются частью корабля, впервые доставившего космонавтов на Луну. А что еще более интересно, так это то, что сегодня каждый может прикоснуться, так сказать, к истории лично. Затонувшая деревня, Израиль У берегов деревни Атлит лежат затопленные руины неолитического города Атлит-Ям. Это место было обнаружено в 1984 году морским археологом Эхудом Галиле. С тех самых пор в результате долгих подводных раскопок были обнаружены дома, могилы и колодцы. В центре этого поселения 7 мегалитов расположены в каменном полукруге вокруг пресноводного источника, который, возможно, когда-то был местом проведения водных ритуалов. Только представьте себе, этот участок датируется между 6900 и 6300 годами до нашей эры и находится примерно в 10 метрах ниже текущего уровня моря и занимает площадь около 40 тысяч квадратных метров. Ученые считают, что Атлит-Ям был заброшен внезапно, возможно, в результате цунами, обрушившегося на регион, вероятно, вызванного извержением вулкана в районе Средиземного моря. Ну а на сегодня это все. Не забывайте оценивать видео, ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание и пока!